Детское радио представляет Гном и дом Гном и дом А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома живет самый настоящий гном домовой по имени Тихон Это он теперь стал гномом домовым А раньше он был просто гномом лесным Его случайно принесли из леса в корзине с грибами И теперь, когда все уходят по своим делам Он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству Шел гном тихо ход по лесной дорожке Случайно оказался в плетеном лукошке Думал на завтрак выпить кефиру А на ужин попал в городскую квартиру Тихон, эти мне твои лесные прибаутки Кот должен спать по четырнадцать часов в сутки Не мешай Кот ученый ходит по цепи золоченой Не будь скромником, поиграй с гномиком А тогда ты ко мне из уважения Выучи таблицу умножения Ишь ты, поглядите-ка на него, какие мы рыболотные Стихи сочиняет Ты лучше посмотри, сколько с тебя шерсти на ковре остается А кто очистить будет? Опять этот, как его, Пушкин Сам убери, если охота Веник берешь, да пол метешь Работай, смелей, живи, веселей Да не торопись ты Так только пыль поднимаешь Веник надо намочить, чтобы влажный был И только потом подметать Раскомандовался, все равно шерсть осталась Двадцать первый век на дворе Прогресс Нанотехнологии Пылесос бери Только я сначала под кровать залезу Я это гудение всем своим шерстяным утром не люблю А то лишь бы не трудиться Говорит, пылесоса боится От мыслей, говорит, умных отвлекает И книжки, говорит, читать мешает Чистка ковра для меня не вопрос Гуди-гуди, мой пылесос Где еще найдешь домового такого? Раз-два Ну все, готово Тихон, я вот не пойму Ты почему все время стихами разговариваешь? Я персонаж почти что сказочный Значит, должен говорить красочно Прячь пылесос, загадка природы А то не вылезу Убрал уже Теперь осталось пол помыть Коты, я знаю, воду не любят Поэтому пол будешь мыть ты, а я руководить Конечно, ты на диване и в тепле А я в ведре в холодной воде Тихон, мы не в лесу У нас горячая вода есть Газпром газ добывает Потом газ сжигают Воду нагревают И к нам в дом по трубам доставляют Кран открывай Да в ведро наливай Глядите-ка, кот стихоплет Ты, Рыжик, без дела не лежи Что-нибудь полезное расскажи Ладно, знаешь ли ты, что в мире существует огромное количество пород кошек Вместе с разновидностями более 700 Один из котов с самой длинной шерстью живет в Америке Длина его меха составляет 23 сантиметра Это ж как так Это как обувь у мамы От пятки до кончика пальцев Врешь, откуда знаешь? Я книжки читаю и радио слушаю А наука, которая изучает кошек Называется фелинология Рыжик, я все Только я, кажется, застрял Тихон, ну как ты так умудрился? Надо мыть от самого дальнего угла в сторону двери А не наоборот Конечно, ты застрял Теперь пойдешь по мокрому полу и снова натопчешь У гнома есть одна мечта Была, что в доме чистота Тихон, воду пора менять Иначе на полу разводы останутся Хоть бы одно доброе слово сказал Сплошные замечания доведут гнома до отчаяния Не надо обижаться А надо соблюдать технологии Иначе ничего хорошего не выйдет Давай повторим, как правильно навести порядок на ковре и полу Если в доме есть кот или лохматая собака Подметаем влажным веником или щеткой ковер Правильно Потом расчесать его Кого? Питомца? Ковер А потом весь пол нужно пропылесосить А потом помыть Главное, когда пылесосишь, не напугать самого главного в доме А кто самый главный? Тот, кто самый умный И будем мы с тобою молодцы, чистоплотные жильцы Да, высокая поэзия Я спать Спать так спать Я вот только не понял А кто в доме-то самый умный? Гном и дом Субтитры создавал DimaTorzok